Ольга Жалила Как никто, что прикасается с этой гранью жизни, смерти, пограничных состояний, очень тяжелых состояний, рано или поздно начинают задумываться, а как же сделать так, чтобы не довести человека до этого состояния, не довести человека до койки в отделении интенсивной терапии. И вот сейчас я бы хотела публично признаться в любви к Раловому клубу за то, что он избавил меня от очень разрушительного для врача чувства бессилия, чувства безысходности, чувства понимания ограниченности своих собственных сил. И поверьте, для практикующего врача это очень-очень нехорошее чувство, разрушительное, мешающее работать. Да, в реанимации и в высоких технологиях мы добились результата, мы можем заменить все суставы, мы можем пересадить там сердце, печень, почки, все. Но когда речь идет о хронических заболеваниях, вот тут мы бессильны. И для врача, который вот опять-таки ставит перед собой задачу не допустить человека до тяжелого хронического заболевания, ему важно иметь в руках некий инструмент. Потому что вот если образно представить человека, вот приходит человек, ты его там продиагностировал, расспросил, составил какой-то план оздоровления, и теперь надо что-то делать. И вот что же делать, какими инструментами мы можем внедряться в эту тонкую структуру. И вот здесь приходит, очень приходит на помощь такой инструмент, как БАДы. Ну, собственно, очень много было сегодня сказано про них, я повторяться не буду. И вообще, вы знаете, вот делая такое, слушала выступления предыдущих коллег, и поймала себя на мысли, что, не знаю, может быть вы согласитесь с этой мыслью, может быть нет. Что в конце концов, вот кто приходит в тему БАДов, в тему того, что надо все-таки оздоравливаться, поддерживать себя именно с помощью этой технологии. Именно это слово я бы употребила. И вот мне показалось, что это люди или очень умные, образованные, как вот академики, профессора. И вообще, не обязательно в медицинской области, но просто очень умные и думающие люди, для которых вот этот весь уже набор фактов, огромных, накопленных медицинской наукой, он, ну, взывает к разуму. Ну, человек, ну, подумай, ну, составь ты свое мнение об этих БАДах, что тебя так прямо передергивает, когда тебе говорят, БАД, что ты там, а я не верю, а я там это. Дай себе труд подумать, напряги мозг. Для этого тебе разум и дан. Вот, и поэтому любой, я считаю, любой разумный человек, имеющий минимальными какими-то базовыми познаниями в физиологии, анатомии и так далее, вот, он не может не прийти к пониманию того, что БАДы – это наше реальное спасение. Это самое реальное спасение в поддержании здоровья. Вот вторая категория, которая приходит в тему БАДов, мне кажется, это люди уже наоборот изуверившиеся, которым судьба их заставила дойти до какой-то, в ряде случаев, последней черты. Это так называемые заболевания, которые считаются неизвестимыми в нашей медицине, либо такая хроника, которая рано или поздно все равно человека приведет к печальному концу. Вот, и для врача это тоже всегда такие пациенты, это очень большой вызов и очень большое переживание, и сопереживание, и вот это вот пресловутое, очень разрушающее чувство бессилия, когда ты не знаешь, чем ты можешь помочь. Вот, и эти люди, мне кажется, которых именно судьба подталкивала, подводила, подводила к этой черте, вот они тоже начинают верить. Почему? Потому что они получат результат. И для меня, для врача, вот это тоже очень важно, что с каким бы диагнозом, в каком бы состоянии человек не пришел, на какой бы ее черте не находился, комплексный подход, концепция здоровья, и вот эти вот великолепные разработки, которым за разработку их действительно стоит дать какой-то аналог, какой-то Нобелевской премии по медицине в рамках, например, компаний, занимающихся здоровьем, предположим. Вот, потому что с помощью вот этих программ, детокс, коловато, здоровый кишечник, потом опять детокс, коловато, здоровый кишечник, можно добиться практически результата при очень многих неизлечимых заболеваниях. И такие случаи есть. И в моей практике тоже. Вот. И третья категория, которая неизменно, мне кажется, обязательно придет в тему БАДов, это люди, которые, да, они, а именно, нет, именно в Коралловый клуб, не БАДов, а вот здесь вот уже хочу уточнить, почему именно в Коралловый клуб. Потому что, возможно, они верят в силу каких-то нетрадиционных методов БАДов, и вот они там одну компанию попробовали, другую, третью, четвертую, скажем так, где-то походили, попробовали, может быть, получили результат, или результат был половинчатый, или еще какой-то. Вот. И судьба привела их в Коралловый клуб. И вот они решили, ну, дай-ка я попробую. И вот здесь очень часто, в том числе, ну, вот в моей практике, очень часто результат получается очень хороший и положительный. Люди, которые на каких-то других программах, подходах, или на продуктах, не получали этого результата. Понятно почему? И качество, и отсутствие системного подхода, и отсутствие вот этой научной базы, и концепции здоровья, отличие много. Почему люди где-то там не получили результат? И почему именно на программах Кораллового клуба они вдруг начинают получать такой великолепный результат? Я думаю, предыдущий спикер вас в этом убедил в уникальности разработок, и именно в таком уникальном комплексном подходе. Вот. То есть вот эти вот три, скажем так, категории. Наши союзники, наши друзья, наши собратья по клубу, по членству клуба, и в этом по большому делу оздоровления населения. Вот. И, в общем-то, второе чувство у врача, которое возникает очень часто, вот первое чувство, повторю, это чувство бессилия, безысходности, когда ты сталкиваешься с безнадежно больными, скажем так, с точки зрения официальной медицины, или уже там хроническими больными, вот. И здесь можно помочь. И вот второе чувство, это чувство неизменного сожаления, когда ты видишь пока что еще здорового человека, молодого, красивого, стройного, не побитого стрессами, скажем так, сохранного. Но ты знаешь, что неизменно, вот если мы живем в такой экологии, или у него какая-то профессия, я очень часто это вижу по своим, видела на своих молодых коллегах, когда они после института в 23-24 года приходили, такие юные, стройные, полные сил, полные каких-то надежд, и через 4-5, там, или 10 лет они обрастали клубком заболеваний, лишний вес, болезнь из суставов, гипертония, угроза инфаркта, сахар повышается, голова болит, мигрени, уже где-то узлы какие-то повыскакивали. Вот, молодые люди, 30, 35, 40 лет, вот, и ты понимаешь, что это все вот временно, и дорогой ты мой, если ты ничем не будешь заниматься, если ты ничего не будешь делать для своего здоровья, то неизменно обрастешь букетом заболеваний. К сожалению, это ковариальность нашей цивилизации. Это очень редко все может сохраниться в теперешнем мире. Возможно, какие-то пастухи высокогордых пастбищ, те же жители острова Океан, Окинавы, коралловцы знают этот ролик, да, где показывают старичков, старик, которые еще там бодренько. Вот, это, к сожалению, исключение. Но если мы, вот, жители из больших городов цивилизованных, просто проживаем вот этот вот наш теперешний образ жизни, питаемся, дышим воздухом и так далее и тому подобное, мы, к сожалению, обречены. Вот. И вот, опять-таки, с одной стороны, казалось бы, осознание этого факта будет давать чувство бессилия, какого-то разочарования. Вот тут уже касались этого вопроса, что когда к врачу приходит человек и спрашивает доктора, как мне остаться здоровым, как мне не разрушиться? Доктора будут разводить руками. Их учили совсем другому. Их учили, как правило, уже удалять что-то. Или же вмешиваться в группы фармакологии. Другого они, ну, не знаю, пока. Вот. И вот для этой категории пациентов тоже у врача есть что сказать. Ну, смотри. Ну, вот есть концепция здоровья. Исучи, и получи результат, и сохраняйся в этой форме. В этих, так сказать, с той же гибкостью суставов. С той же ясностью мышления. Сохраняйся, не доводя себя до приступов гипертонии. До того, чтобы у тебя начал там сахар подниматься, диабет развиваться. Особенно это касается тех, у кого наследственность. Вот знаете, всегда обращайте и думайте о том, чем болели ваши мамы и папы. Если они еще живы и болели. Или же, не дай бог, они уже, как говорится, от чего-то умерли. Вот. И наследственный фактор никто не отменял. И что сказать такому человеку, который как бы запрограммирован частично природой на то, чтобы возникла болезнь сердечно-сосудистой системы. Ну что, наблюдайся, делайте ЭКГ, делай анализы, там, холестерин смотри. Ну, ну это, это смешно. Потому что, вот вы вдумайтесь, вот человек, который, например, попал сегодня на реанимационную койку с инфарктом миокарда. Внезапно у него развился инфаркт. Если он за день до этого, вот за день до этого приступа, сделает себе ЭКГ, сделает себе развернутый анализ крови, сделает себе биохимию и посмотрит себя в ряде, там, какими-то современными УЗИ, например, или УЗИ сердца, или УЗИ печени. Что будет? Как вы думаете? У него будет абсолютная норма. И врач сказал, ну шо вы, ну биохимия нормальная, УЗИ у вас нормальная, все у вас хорошо, все у вас прекрасно и удивительно, только человек с инфарктом, либо с инсультом, либо с прободной язвой, либо с впервые выявленным сахарным диабетом, с сахарами больше 20. Или же позвоночник скрутило так, что согнуться не может встать с кровати. За день до этого все эти люди чувствовали себя абсолютно здоровыми и не задумывались о том, что может прянуть гром. Вот когда гром грянутся, да, так сказать, мужик перекрестился. К сожалению, это подход большинства нашего населения. Очень надеюсь, что вы не такие, что вы принадлежите совсем к другому роду людей и понимаете важность профилактики. Вот, и повторяю, что вот Коралловый клуб для меня, как врача, он дает очень большой стимул заниматься этим делом и знать, что ты реально, реально вмешиваешься вот в тече вот это зло, которое несет нам наш современный цивилизационный образ жизни. И, в общем-то, для врача тут важно вот что? Вот этот инструмент. Да, вот я уже начала с того, что приходит человек, и нам чем-то надо вмешаться. Почему в Адаме? Понятно почему. Мы либо умные, либо жизнь допекла, либо помыкались там-там и пришли. И вот инструмент, который предлагает Коралловый клуб, меня лично он устраивает, ну, на 90%. Вот не кривя душой, скажу, на 90%. Если представить себе некий образный вот этот инструментик, вот предположим, вот аппендицит. Можно сделать с кухонным ножом операцию, да? Можно каким-то скальпелем, а можно лазерным ножом, который не оставит там большого разреза, который сосудики аккуратно пришьет. Вот, который, в общем, будем филигранно сделать операцию. Точно так же, вот я бы привела некое сравнение, когда мы, как я, как врач, и другие врачи, работающие в компании, они тоже применяют эти методики. Вот это можно сравнить с очень качественным, с очень хорошим, с очень надежным таким инструментом. Что если ты вмешиваешься в какие-то процессы, то ты не навредишь, никогда в жизни не навредишь. То, что там рассказывают про какие-то возможные осложнения, кто-то там на халавате, кто-то там на детоксе, кто-то еще на чем-то получил какие-то. Это, хочу вам напомнить, вот это общее положение, что любое исцеление идет через обострение. Этого нужно ожидать всегда. Вот. И инструмент этот, таков, что он никогда не подведет, и вот для меня, как для врача, это очень важно. Вот Татьяна, она рассказывала о критериях, которые ее привлекли, как маму, как бизнесмена, как думающего врача, не врача, а думающего человека. По каким критериям она для себя выбрала коралловику? Так, помните? Это и производство в разных странах, и там, ну, в общем, всевозможные нюансы. А вот для меня, как врача, что для меня важно? Для меня важна надежность, что если ты вмешиваешься, если ты делаешь этот разрез, вот, а в ряде случаев вмешательство вот в это хроническое заболевание, это оно по силе подобно какому-то хирургическому вмешательству, разрезу, если ты уж внедряешься туда, то этот инструмент, которым ты работаешь, должен быть надежным, должен не давать никаких осложнений. И, ну, если врач заботится о своей репутации, то, ну, зачем ему инструмент, который подведет его? И, во-первых, это, ну, недешево, и об этом тоже надо думать, что если ты человека сподвигаешь на какую-то, он решил все-таки поправить здоровье, он решил все-таки из семейного бюджета выделить эти деньги, в ряде случаев за счет ущемления в каких-то там других областях, мы же не знаем, разные ситуации бывают, вот, то ты, тебе стыдно будет смотреть в глаза человеку, что если он скажет тебе, я такие огромные деньги потратил и не получила результата, вот что еще для врача важно, понимаете? Вот это, и вот это дает коралловый клуб, что если человек уже вкладывается, что-то делает, то ты, тебе не стыдно, тебе не будет не стыдно за свой результат. Вот, почему же работает продукция? Одно из достоинств. Одно из достоинств – это комплексный подход, комплексный, и недаром все идет к тому, чтобы создавать программы. Вот, вообще, для людей, которые в теме БАДов, их уже не надо агитировать за БАДы, они уже душой приняли это, и сами пользуются, и сами любят. Для них кардинальный вопрос какой? Как подобрать для себя, именно для себя, наиболее мне подходящий комплекс БАДов, список, скажем так, какой-то, подходящий мне для моего образа жизни, там, пола, возраста и так далее, и тому подобное. И, учитывая все мои какие-то индивидуальные болезни, вот это самый главный вопрос. И сам Аткинс, наверняка многие читали, знают его книгу «Биодобавки доктора Аткинса», огромный такой талмут, в котором он очень подробно и очень красиво рассказывает о БАДах. И книга, которая меня в свое время убедила, убедила, не фармакология клиническая, толстая, а книга «Биодобавки доктора Аткинса». Так вот, сам Аткинс в своей клинике в Нью-Йорке, через которую проходит, там, десятки, сотни тысяч пациентов уже прошло в 70-х годах, где он лечит только природными средствами, только БАДами, только витаминно-минеральными комплексами. И сам он в конце задается таким вопросом, что вот, ну что же, что же вот вам подобрать, БАДов сотни, десятки, и глаза разбегаются, и говорить, и то нужно, и то нужно, и антиоксиданты, и это, то есть какие-то пути патологические перекрывать болезни. Вот, это действительно очень серьезный вопрос, который, понимание его приходит с практикой, с изучением себя. Вот вы, ну, пьете что-то, и вот опытные уже пользователи, они уже сами знают, ой, что-то, и вот я давно не пила, там, цинк. Как-то надо что-то, или там, морскую капусту, кел, предположим, или еще что-то. Вот, вот это вот трудность составления именно вот этих комплексов в ряде случаев бывает. Или, например, приходит человек, и ты знаешь, даже с той же, вот, предположим, вот с подагрой был у меня недавно случай. Сустав, боли в суставе. Человек сделал биохимию, биохимический анализ, и там повышен уровень мочевой кислоты. Что ему порекомендовали? Ну, аллопуринол. Это препарат, который блокирует синтез мочевой кислоты. Ну, ты вот так сидишь и думаешь, и перед твоим мысленным взором раскручивается катастрофа, буквально катастрофа, которая сейчас происходит в его организме. Да, болит суставчик, то что жалоба, и да, повышен уровень мочевой кислоты. Вот эти, как бы, два симптомчика. Но что за этим стоит? Вот медики меня поймут, если они помнят биохимию, анатомию, подфизиологию и так далее. Они поймут меня, что стоит за этой болью в суставе. Что эта печень кричит о помощи. Там она уже не в силах синтезировать мочевую, вернее, мочевую кислоту, перевозить в мочевину, в более безопасную, которую почки должны вывести. Она уже не справляется, у нее не хватает фермента. У нее не хватает магния, которая является как-то ферментом 500, ферментовой реакции, которая происходит в печени. Это уже настолько обезбожен организм, что концентрация крови, кровь превратилась в кислоту. Эта кислота зашкаливает, организм должен ее куда-то поместить. И вот он помещает ее в этот бедный сустав на ноге, потому что это самое дальнее место от мозга, чтобы эта кислота не пошла и не стала отравлять мозг. И вот когда это, а почему печень зашлаковалась, почему почки уже эти бедные сдают? Ну потому что не пьет, ну потому что переедает, потому что, ну вы сами знаете почему, кишечник в ужасном состоянии. И вот простите, но этот аллопуринол, но это не буду говорить, чтобы не обижать нашу клиническую фармакологию. Вот, надо спасать человека. Мы понимаем, вот если ты ясно видишь, понимаешь, что сейчас переживает его организм, как напрягается каждая клетка. Вот, то что делать? Надо и то, и то, и то, и то, и то, и печень, и почки, и вода, и кишечник, и все. И вот чтобы там ничего не забыть, ничего не упустить, это реально для врача бывает вызов. Или же приходит человек с расстроенным кишечником. Тоже ты понимаешь, и ферменты нужны, и пробиотики нужны, и лецитин нужен, чтобы мембрану ворсинок восстанавливать. И противопаразитарку надо, чтобы между ворсинками все это мелких паразитов выгонять. И это надо вывести, и ферментик нужен. И печени надо помочь, чтобы она не зашлаковалась от распадающихся токсинов, гельминтов и патогенов. То есть, вот это вот все надо учитывать. И компания нам очень сильно облегчила задачу, в том числе и практикующим врачам. Очень сильно. За это вот ей огромная благодарность. Были созданы программы, которые действительно работают очень универсально. При чего бы мы ни коснулись. Еще раз давайте повторим. Это программа Халавада, Детокс, Здоровый кишечник. Разработаны примерные схемы. Это тоже интеллектуальный продукт. Вот это тоже, можно сказать, программа, она не оформлена в один пакет. Но она вот реально, это можно представить, как это некий вот тоже разновидность пакета какого-то упаковки. Здоровый старт, там, или вот 90 дней и так далее. Вот это очень важно. И если ты назначаешь Халаваду, то ты, ну, железопитонно уверен в результате. Правда, тут надо сделать оговорку, что все должно быть регулярно и достаточно длительно. И вот буквально на днях позвонила одна пациентка и восторженно, просто восторженно рассказывала. Наконец-то я избавилась от болей в суставах. После пятой Калавады, я не верила вам, вот вы мне говорили, Калавада, Калавада, она все тянула. Она оздоравливается уже много лет, но то одно, то другое, ну, вот взялась за себя. После пятой Калавады человек впервые получил облегчение болей в суставах. Она говорит, я не верила, что такое возможно, что у меня суставы перестанут болеть и беспокоить меня. Вот, то есть вы обратите внимание на цифру, на пятой. Например, чтобы получить результат при, скажем, псориазм, бронхиальная астма, тяжелые аллергические заболевания, онкология, дисбактериоз, синдром раздраженной кишки, грибковые заболевания, грибковое поражение и так далее и тому подобное. Этих Калавад нужно побольше и почаще. Вот, и целиком и полностью присоединяюсь вот к словам, простите, имя Александра. Кто еще не проходил Калаваду, то пройдите. Не бойтесь, не бойтесь. Ну, только если противопоказания какие-то там уже страшные. Ну, сподвигнитесь вы на это чудо. Ну, получите вы очень хороший результат. Вот, и я знаю, что многие боятся, вот так назначают. Ну, я еще не готова, не готова. Ну, не надо готовиться, надо делать. И, в заключение, я хотела бы затронуть такую важную тему, как прием БАДов в летний период времени. Ну, не секрет, что у очень многих людей есть такое мнение, что, а, и лето, вот, здоровое питание, я буду с дачи питаться, я там еще что-то. Вот, и что БАДы принимать не надо. Хочу вам сказать, что это глубочайшее заблуждение. Почему? Вспомните концепцию здоровья. Разве питание только один аспект концепции здоровья? А очистка продолжает очищаться. А защита? В летний период времени еще более возрастает актуальность антиоксидантной защиты, потому что мы облучаемся на солнце. Вот, хотя бы уже по этому критерию. Воду надо продолжать пить? Надо. Потеем, потом теряется еще больше витаминов, минералов, которые с пищей мы, априори мы не покрываем их с пищей. Вот. И, опять-таки, не забывайте, что почвы Беларуси обеднены по двум важнейшим минералам. Это йод и селен. Йод и селен. Все. Вопрос исчерпан. Даже если вы выращиваете и думаете, что вы едите суперэкологичный продукт, если себя на 3-4 месяца лишить все-таки какой-то подпитки, то можно, можно где-то уйти в какой-то дефицит. И вот на темнопольной микроскопии это очень хорошо видно. Дефицит цинка и селена. Вот про цинку сегодня рассказывали. Я тоже большая поклонница цинка. Если я только вижу под микроскопом, хоть единичные овальные формы, их норме не должно быть. Это уже говорит о дефиците цинка и селена. А йод, сами знаете. Не надо повторять, что какая ситуация по йоду и по заболеваниям щитовидной железы в Беларуси. Во-вторых, лето. Это период кишечных инфекций. Надо защищать кишечник. Да, вы питаете, возможно, там, сами себя убедили, что все, что там дача дает, и ягоды, и фрукты, и все базар, то этого будет достаточно. А защита. Лето – это период вспышки кишечных инфекций. Кишечный иммунитет надо поддерживать особенно тщательно летом. И программа «Здоровый кишечник» – это и есть здоровый иммунитет желудочно-кишечного тракта. Детокс всегда, всегда. Это база, я бы вообще сказала так, это некая база, на которую можно наслаивать, ну, для любого человека, занимающегося здоровьем, независимо от пола, возраста, образа жизни, имеющейся патологии. Детокс-база, на которую можно наслаивать и противопаразитарку, и артишок, и там, и витамины, и еще что-то, и нормальную микрофлору, все, что вам нравится, все, что угодно. Вот, это очень хороший фундамент. И что еще, что еще важное я хотела сказать? Ну, может, подскажите какие-то вопросы, может, что-то интересное. Ну, смотрите, что касается коловат, я точно не могу сказать какой, ну, полгода, там, несколько месяцев, но, чтобы получить хороший результат, вот могу вам сказать такую, просто практические рекомендации. Чтобы получить быстрый, хороший и достоверный результат, вот предлагаю вам детокс-коловата-здоровый кишечник. И опять, детокс-коловата-здоровый кишечник. То есть, между коловатами получается два месяца. Можете, в принципе, увеличить время детокса два месяца, тогда, чтобы между коловатами было три. Вот, то есть, но больше, чем шесть месяцев между коловатами я бы не рекомендовала. Мы настолько шлакуемся, что мы не успеваем, мы не успеваем. Это минимальный, шесть месяцев это минимальный срок. Природа так запрограммировала. Вот, смотрите, вы съездили на море. На сколько хватает нам этого? На полгода. Да, максимум, максимум. Вот, а если стрессогенный фактор превышен, или уровень стресса, или снижена стрессоустойчивость, или там сочетание каких-то факторов, то вам и чаще надо. Точно так же и коловата. Все зависит от шлакующейся способности скорости организма, от состояния шлаковыводящих систем. Но бывают случаи, которые, вот я строго рекомендую, все-таки выдерживать этот интервал. Это тяжелые аутоиммунные заболевания, когда вот детокс коловата, здоровый кишечник. Или даже детокс за три недели. Это онкология, или после, например, операции, или там какой-то, на химии, на облучении. Вот эта база должна идти. Это, например, грибковое поражение, только и к детоксу, и к коловаде нужно еще наслаивать противогрибковую терапию параллельно. Это, например, тяжелое гормонозависимое заболевание, бронхиальная астма. Тяжелый сахарный диабет второго типа. Например, что еще? Пред онкология, если какие-то выявлены факторы пред онкологии. Вот эта группа, или тяжелое поражение суставов. То есть туда где-то белурон для суставов, можно вкрапления какие-то. Но, но, вот эта группа пациентов тяжелых, они вот очень сильно выигрывают от такого подхода. Еще раз повторю, детокс коловады, здоровье кишечника. Уже опробовано на очень многих пациентах, чего и вам желаю. Вот, и еще раз огромная благодарность Кораллову клубу от меня, как от врача. И думаю, ко мне присоединятся очень многие мои коллеги, врачи, за те уникальные инструменты, которые мы получили в свое распоряжение. И за огромное чувство психологического комфорта, когда ты честен сам перед собой, и ты честен перед пациентом. Вот это, это очень дорого стоит. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ